О сносе самовольных построек. Друзья, привет! С вами юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. В случае такого спора признание постройки самовольной и проверка правомерности ее сноса осуществляется судом, в том числе в процедуре оспаривания решения о сносе самовольной постройки или в процедуре оспаривания действий по ее сносу. Так, органы местного самоуправления поселения или городского округа муниципального района при условии нахождения самовольной постройки обладают таким правом теперь в строго ограниченных случаях. Во-первых, при условии отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором возведена постройка. При этом наличие таких документов обязательно на дату начала строительства такого объекта. Во-вторых, вид разрешенного использования участка с размещенным на ней самовольной постройкой не допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования. В-третьих, самовольная постройка расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого объекта. В-четвертых, постройка создана без разрешения строительства. При этом необходимость наличия такого разрешения установлена законодательством на дату начала строительства такого объекта. Однако в отдельных случаях органы местного самоуправления не вправе принимать решение о сносе самовольных построек. Во-первых, самовольные постройки возведены на земельном участке, не находящемся в государственной или муниципальной собственности. Исключение, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан. Во-вторых, в отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в ЕГРН или признано судом, либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. В-третьих, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных на земельном участке до дня вступления в силу земельного кодекса от 2001 года. В-четвертых, в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных до 14 мая 1998 года. Срок для сноса самовольной постройки и для проведения самовольной постройки в соответствии с установленными требованиями устанавливается с учетом характера самовольной постройки. При этом срок для сноса не может составлять менее чем 3 месяца и более чем 12 месяцев. А срок для проведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями не может составлять менее чем 6 месяцев и более чем 3 года. Сейчас этот срок от 3 месяцев до 1 года. Если лицо, которое возложено обязанность по сноса самовольной постройки или проведению в соответствии с установленными требованиями не выполнит эту обязанность, то наказание может грозить собственнику земельного участка, на котором возведена постройка, вплоть до изъятия земельного участка. Причем решение об изъятии не будет зависеть от того, кто возвел самовольную постройку. Сам собственник участка или третье лицо, например, арендатор, так согласно статье 9.5 КОАП за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию влечет наложение штрафных санкций в размере от 2 тысяч до 1 миллиона в зависимости от субъекта правоотношений. Подписывайтесь на канал, со мной вы всегда и везде будете юридически подкованными. Пока!